итак мы продолжаем массаж шейно-воротниковой зоны со стороны спины четвертый сет у нас четвертый подход вот мы сделали еврейский канделябр до вернулись обратно кулачками все стерли и кулаки поставили на троцепевидные мышцы теперь очень сильный очень мощный прием поэтому мы укрепляемся плотно ногами вес тела переводим на него да и желательно чтобы наши предплечье были параллельно полу упираемся прям не может быть мышцы видите прям туда туда создаемся въехать и всеми кулаками со всей силы их разминаем всеми костяшками если упор у вас не хватает можно даже отойти вот так вот что называется совсем дури растягивать дошли до шеи и теперь костяшками кулаками кулаки зажимаются плотно как в бою к искусству да вот пальчики поджимаются здесь 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 большими зажимаем отодвигаем мышцы от позвоночника и поднимаем кулаками трапеция подняли руки сразу же переходят в шестеренки нашего лапа леопарда она же есть в целом когда только с лапа леопарда мы двигаемся так то шестеренки по очереди видите пальцы запасы могут потеряете сначала за вас не получается на прямых пальцах вот показываем на прямых теперь вот шестеренки дело в том что ткани будут захватываться по очереди вот смотрите подхватилась одним пальцем второй вышел видите третий вышел четвертый вышел вот почему эта шестеренка называется делается быстро раз два три четыре и в обратную сторону раз два четыре заканчиваем тем что вот растягиваем шею пытаемся прямо чуть ли не оторвать видите в косточке уперся а тело мое видите куда пошел вот и прямо прямо как будто у подхистрела вы открывать несколько раз так промассировали теперь зажимаем прищепкой между пальцами то есть папа леопард нас тоже остается да только мышцы вот сюда вкладывается вот между большими пальцами и не меняя позову также мы стоим и пепельник пуля параллельно наше предплечье полу да и делаем вибрацию рукой второй рукой очень много работы да ну много но если вы хотя бы запомните половину 50 либо 70 процентов это уже будет очень так часто нужно теперь все в работе запоминается в работе начните как может быть переработать придет вот смотрите вибрация была мелкодробная чтобы она лишь исполнялась я дрожу всей рукой то есть я не кистью дрожу вся рука у меня такой от локтя задаю даже от плеча от плеча движения видите теперь можно обоими руками можно растясти вот так по очереди растрясли и опять вернулись вот сюда к со скоровидным отросткам от них мы большими пальцами проходим вот эти все мышцы теперь видим такими движениями в него в тело ну кому получать сперва линия прохода вторая линия прохода вот с боков практически 3 линей прохода спереди за большими пальцами тяжело залезть поэтому я двумя указательными пальцами указательными безымянным можно тут найти у человека если будет какой-то зажим блок да вы его увидите ну пальцем прощупывается дату это место отдельно конкретно его можно проработать либо продавить вот все эти сосковидные мышцы вокруг бугорков черепа вот раз в уроку два бугорок три бугору большой да все вот мы их вот обходим спиралевидно да вот так вот разминаем любыми пальцами какими удобно и вот где череп заканчивается у нас пальчики четко встают на точке акупунктурного по четыре пальца с каждой стороны да я вам показывал тоже когда мы делали массаж спереди да то же самое теперь сзади видно вот делаем технику шоу отсюда с точки продавливаем где начинается сухожилия по очереди один два три четыре и пятая точка по центру прямо вот под бугорок залазить и туда в ямочку там где-то начинается вход в череп раму как раз на себя чуть натянули вибрация в мозг дает прилив крови на сразу там бывает не страшно и обратно отошли раз два три четыре пальцы встали на следующей точке за ушами мы их прожимаем прямо там где ухо начинают расти до вдоль всего ухо проходим до верхнего соединения ухо с телом с черепом да вот эту точку прожимаем тоже остальные три пальца у нас стоят на виски 0 4 сразу да и от висков мы отвозим кровь и лимфу так достаточно сильно из вибрации назад за ушами по передним мышцам шеи и вот туда подключиться два три прохода может их и сделать вот туда подключиться 3 проход и там помогаем лимфе еще через челюсти да вот отсюда просто он не видно вот эти покажу немножко вот так вот легкие такие движения вот такие туда под по передней мышцы вот нам вот им сюда вот по мы снимем с другой стороны вот по ней по этой мышцы с перед ухом до с челюсти и за ухом вот все туда по этой мышцы туда вот вводим отсюда просто не видно да ну вот вот такая вот работа вот здесь суши поэтому мышцы все идет туда и отдельно ведь мы уже начали массировать ухо сразу берем пальчики много перстерли второй проход мы разминаем его как следует некоторые говорят клиенты ой ой зачем-то не уши массируешь не на я не заказывала да а потом насечник приходит в я не ожидала так круто массаж ушей так подъезд и потом уже просят наоборот массаж ушей делать здесь вот как я вам говорил расположен фигура зародыши человека перевернутая вверх ногами то есть вот его голова да вот пошла шея хребет позвоночник вот крестец и вот копчик до загибается до соответственно внутреннеправленного от руки ноги руки здесь точки акупунктурных внутренних органов сердце почки половые органы вот тут соответственно глаз тут нос тут рот расположен почему иногда говорят что надо прокалывать уши идти к профессионалу чтобы он не продавил случайно не схемы да он не схем не проткнуть чтобы эту точку но мы в данном случае их просто прожимаем вот по внешнему кругу идем точку чем ногу поэтому китайщины мы всякой не занимаемся просто условных проходим акупунктурно запуская все системы организм теперь по среднему кругу я прохожу видите прям по вот этим по крещикам и по внутреннему кругу внутри уха там где всякие органы находятся теперь от козелка ухо там где челюсть соприкасается вот эта линия видите там три точки находятся вот раз-два-три с этой стороны раз-два-три вибрационно проходим одна точка находится где ухо снизу теперь соприкасается растет до этих местах зажимаем между пальцами ухо и массируем его быстрыми энергичными движениями как бы по форме ухо закругляется да так у наше движение будет теперь берем ухо плотнее и как бы поддергиваем его вверх до живка таких попутнее вниз под ней и назад все сошли мы закончили и мягко расслабляем теперь всю голову и некоторыми точками акупунктурными уходим назад значит смотрите по оси тела если его вот вертикально до разделить вот этой оси черепе по два сантиметра таких двух стороны в обе стороны да будут находиться точки и от каждой точки по два сантиметра друг от друга они вот так вот расположены то есть мы берем где-то от макушки камену до по 20 наступили из точки достаточно сильно прожали через два сантиметра следующие 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 с опытом вам придут понимание там находятся такие бугорки ямки на черепе и вы будете как бы произвольно в них попадать ямки тогда попадая тем самым вот в эти акупунктурные точки вот и заканчиваем все на эти составе их отростках вот дальше просто мягко дайте человеку понять что он расслабился похлопать нужно немножко так вот руками стряхнуть всю энергетику вот на этом сет номер три закончился итак значит начинаем 4 сета работы с шейно-воротниковой зоной и он такой переходящий в заключительную часть профилактики спины это для тех случаев для если у вас клиент заказал массаж спины да то есть мы со спины начали дошли до головы и вернулись обратно на чуть остывшие мышцы спины да и с ними немножко сделали заключительную мануальную подготовку для перехода к мануальной правки для этого у нас должны быть еще дополнительно смазаны локти вот мы закончили все здесь да еще раз можно растрясти эти мышцы и разогреть разогреваем быстрыми энергичными движениями ладони стараемся при этом приподнять таки цветами что их можно выше да потом ладони нас переходит во весь локоть это такой прием называется запуск ракетам то считается что ракета установка стоит да и вот рука пошла все целиком 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 мышцы подняла локотком раз и жакета за тела вторая это пошла взлетела после этого мы прожимаем еще раз точки когда он говорит через два сантиметра друг от друга вдоль черепа о шее возвращаемся обратно и вот начиная с первого шейного позвонка для один лет аж там один называется да мы начинаем каждый позвоночек вернее отросточек вот этот вот так как упирает до подталкиваем по очереди лишь лево вправо лево вправо мы как бы подталкиваем и возвращаемся к пояснице пройдя любовно медленно все остистое отростки возвращаемся еще раз назад и следующий проход мы можем толкать их на на себя с руками пальцем делаем скобы таки глубоко не входим поверхностно глубоко глубоко прямо в них отросточки вот и третий проход можно сделать это от них то есть я давлю мышцы отодвигаю от растястистых отростков вот в сторону ведь уже не в позвонки а мышцы растягиваю возвращаемся обратно и устанавливаем одну руку большими пальцами и вот этим длинным да вот так вот на шею промассировать еще раз как шестеренка но мы сделаем для того чтобы обойти вокруг человека вернуться в исходное положение перпендикулярно к его корпусу да это наши движения возвращаюсь сильно при этом давлю на пара вентебральные мышцы возвращаюсь к крестцу и вот можно несколько раз крестец растереть следующий прием тут же мы оставляем нашу руку кулачком в него не более хватает масла нормально да так вот кулачком прямо вот этими костяшками да и вот эти вот мышцы они тут очень близко к другу прям до крестца по крестцу тоже можно так немножко провести видите с упором вторая рука дает дополнительную нагрузку мы их однако поражали мышцы да да вдоль позвоночника прямо рядышком но ни в коем случае носить отростки не нажимаем доходим до шеи и назад возвращаемся с вибрацией да то есть практически мы отсюда ракеты запустили да теперь нам нужно новую поставить это вот мы рисуем рельсы вот одну рельсы железнодорогу нарисовали теперь уходим сюда здесь развилка у нас стрелка и вторую рисуем со второй стороны тоже был позвоночника с утяжелением доходим до конца и поставили второе железнодорожные пути дошли до крестца теперь переносим руку на локоть и локтем с утяжелением вторую поведет сверху утяжеляю опять же эти мышцы паровинтебрально раздвигаем можно дальше позвоночника устанавливать им самым новую ракетную установку с 500 и пустая ракета установка с вибрацией уходит по железной дороге опять до развилки стрелка перестыковываются и опять с утяжелением ракета тяжелая очень тяжелая идем вперед дело декомпрессию и снова еще одна ракета видишь даже шею поворачивается и обратно ушла ракетная установка налегке нос вибрации так легко покачиваясь после этого нам надо скрыть наши следы военной базы для этого мы берем полностью предплечьями растираем его спину спахали все всю землю железную дорогу разгладили все убрали никаких следов нету вот выровняли давить при этом я закопали еще рассмотреть в чем смысл приема я устанавливаю руки поясницы до упираясь в крестец тяну его обратно все тело человека нагрузив своим весом за своим весом я растягиваю вверх вот растянули небольшие элементы скрутки с приседания здесь мы с вами тоже тренируемся и ноги у нас тренируются видите боковые мышцы широчайшей спины работают потом всем весом наваливаемся на человека его по диагонали растягиваем раз по другой диагонали ведь большие широкие массивные движения мой вес над человеком виска я захватываю и стараюсь как можно больше не платить вот всю массу человека не растягиваю соответственно упираемся в горели подвошьем кости вот в эту косточку а тут мы упираемся в лопатку да вот выступ такой почувствуешь и в обратную сторону также вот просто лопатки заперлись и продавили после этого мы берем лапу леопарда до доводим до шеи и еще раз помощью шестеренок двигаем руки от черепа вниз до хватает трапецию и срывая нашу пашню раз проход сделали вдоль вдоль позвоночника до 2 проход сделали чуть пошире эти проход сделали по линиям боковым вот все сорвать да да вообще спине прям грубо как будто вы кожу срываете как будто леопарк этого хочет раз царапать своими костями когтями создать кожу весь она сразу покраснела тоже до этого пока мы спину дело пока мы после спины делали голову она успела стыд мы еще раз взбодрили еще раз идет вспахали пашню разогрели и дальше легкими потряхиваниями постукиваниями пошел дождик с градом с баламусил всю нашу пашню большими капли дождя следов никаких не осталось от наших ракетных установок это массаж ветерок прошел вышла трава и вот он заколосилась эта травка и видите уже я сверху вниз виду просто для расслабления все вот на этом можно сказать пациенту что у вас маша закончена до новых встреч дорогие друзья